Здравствуйте, дорогие друзья! Можно ли передать на бумаге, как захватывает дух, когда смотришь любимый мультик? Можно ли вернуться к любимым героям, если родители выключили телевизор? Да, и все это в книжке, которую я сейчас тяжу в руках. «Красавица и чудовище» – сказка Диснея о том, что любовь может спасти жизнь и снять самые сильные волшебные чары. Простая девушка Бэйл обладала не только удивительной красотой, но и добрым, отзывчивым сердцем. Она не испугалась чудовища и была готова пожертвовать собой ради спасения любимого отца. Что же произошло с Бэйл в замке чудовища и смогла ли истинная любовь победить злые чары? Сейчас мы с вами об этом и узнаем. Давным-давно в далекой стране, в прекрасном замке, жил молодой принц. У него было все, чего только можно желать. Но он был избалованным, самовлюбленным и грубым. Однажды зимней ночью в замок пришла старая нищенька и предложила принцу Розу в обменный приют. Принц посмеялся над ней и выгнал. Старушка предупредила надменного принца. Помни, внешность обманчива. Настоящая красота скрыта внутри. Старушка оказалась колдунью и превратила принца в страшное чудовище. А также заколдовала замок и всех его обитателей. Все его жители стали обычными предметами. Роза, которую предлагала колдунья, оказалась волшебной. Она должна была цвести, пока принцу не исполнится 21 год. Если он встретит девушку, которая полюбит его, прежде чем упадет последний лепесток цветка, чары рассеются. Иначе он навсегда останется чудовищем. Чудовище стыдило своего вида и пряталось в замке и лишь благодаря волшебному зеркалу узнавало о том, что происходило вокруг. Шли годы, и заколдованный принц потерял надежду встретить девушку, способную полюбить чудовище. А лепестки и красные розы продолжали опадать. В маленьком городке, неподалеку от замка, жила девушка по имени Белль. Все восхищались ее красотой, но она не придавала своей внешности большого значения. Белль очень любила читать. Погружаясь в книги, она мечтала о другой жизни, не похожей на жизнь в тихом городке. Отец Белль, Морис, был талантливым изобретателем. Но жители городка не понимали его и считали чудаком. Белль и Морис сильно отличались от других жителей городка, поэтому они их часто судачили. Это Белль такая же странная, как ее умалишенный отец. Точно, целыми днями только и сидит, уткнувшись носом в книгу. И представьте себе, в этих книгах даже нет картинок, только буквы. Самым красивым юношей городка был охотник Гастон, которому Белль очень нравилась. Он постоянно ей об этом говорил. В городе нет парня лучше меня, и ты станешь моей женой. Но Белль считала Гастона грубым и самонадеянным юношей, которого не интересовало ничего, кроме его собственной персоны. Однажды холодным осенним утром Морис запряг в повозку коня Филиппа и поехал на ярмарку, чтобы показать там свое новое изобретение. Морис ехал по лесу, погрузившись в свои мысли, поэтому не сразу заметил, что сбился с дороги. Он остановился и огляделся. Всюду расстилался густой туман. Деревья зловещие протягивали к нему свои искривленные ветви. Морис понял, что заплутился. Вдруг из леса послышался бой стаи колодных волков. Испугавшись, Филипп встал на дыбы и, сбросив на землю Мориса, убежал. Старик с ужасом посмотрел на исчезающую в туманинь повозку и вдруг заметил приближающихся волков. Он бросился на утек. Морис бежал, не останавливаясь, пока не очутился перед воротами величественного замка. Запахавшись, он вошел внутрь, вокруг царила пугающая тишина. Каково же было его удивление, когда его поприветствовали подсвечник Люньер, часы Коксфорд, а потом заварочный чайник Миссис Потсу. Пораженный Морис с интересом рассматривал говорящий предмет, как вдруг из темноты выскочило чудовище. Морис очень испугался. Зверь зарычал от злости, схватил старика и заточил его в подземелье. Тем временем конь Филипп вернулся домой. Бэль сразу же поняла, что с ее отцом приключилась какая-то беда. «Филипп, отвези меня к нему, скорее!» Верный конь послушался, и вскоре они ужинчались на помощь Морису. Филипп отвез Бэль к замку. Она зашла внутрь и принялась звать отца. Но на ее крики отзывалось только эхо. Заколдованные предметы решили помочь прекрасной незнакомке и подсказали, как пройти в подземелье. Но как только Бэль подошла к двери, на ее пути выросло жуткое чудовище. Несмотря на свой страх, Бэль попросила освободить своего отца. Чудовище отказалось, и тогда девушка предложила. «Пожалуйста, возьми меня вместо него. Мой отец старый и больной, отпусти его, а я останусь». «Милая Бэль, я тебя прошу, не делай этого». «Я согласен», – зоричало чудовище. Чудище сдержало слово и отпустило Мориса. Но Бэль даже не успела проститься с отцом. Обитатели замка, сочувствуя девушку, уговорили чудовище не запирать ее в подземелье, а отвезти в комнату. «Ты будешь жить здесь. Теперь это твой дом, так что можешь ходить где хочешь, но только не в западном крыле. А сейчас ты пообедаешь со мной, и это не просьба, это приказ». Знака Бэль отказалась выходить из комнаты. «В таком случае ты вообще не получишь еду», – зоричал чудовище в гневе, топнув лапой. Бэль было интересно, что же находится в той части замка, куда ей запретили ходить. Девушка решила пройтись по коридорам замка, пока не оказалась в западном крыле. Она зашла в комнату, которая принадлежала чудовищу. Внимание девушки привлекла стоящая на столе волшебная роза. Она подошла поближе, чтобы рассмотреть ее. И в этот момент на балконе появилось чудовище. «Что ты тут делаешь? Я же запретил тебе сюда заходить». Бэль испуганно вскрикнула и убежала. Девушка выбежала из замка, скачала на коня Филиппа и умчалась прочь. Но не успела она далеко отъехать, как из лесу выскочила стая волков. Филипп встал на дыбы, бил копытами, но один он был не в состоянии защитить хозяйку от свирепых хищников. Вдруг один волк заскулил и отлетел в снег. Это чудовище пришло на помощь. Оно вступило в жестокую схватку с целой стаей волков, отбрасывая их как можно дальше от перепуганных Бэль и Филиппа. Наконец, побежденные волки, поджав хвосты, скрылись в лесу, а раненое чудовище осталось лежать на снегу. При помощи Филиппа Бэль отвезла чудовище в замок и сразу же начала лечить его раны. «Мне больно! Сиди спокойно! Ты спас мне жизнь! Спасибо!» Чудовище, пораженное теплотой ее слов, не знало, что ответить. Внезапно на его лице засияла добрая улыбка. Внутри чудовища что-то дрогнуло, как будто расстоял кусочек льда, который сковывал бесчувственное сердце. Заколдованный принц показал Бэль весь замок, от подземелий до башен, рассказывая при этом интересные истории, а девушка обучила его хорошим манерам. Когда чудовище показало Бэль свою библиотеку, она была просто очарована. Никогда не видела она столько книг. Думаю, еще не все потеряно. Если Бэль полюбит чудовище, мы превратимся в людей. Зима закончилась. За это время Бэль и чудовище стали настоящими друзьями. Чудовище очень изменилось. Оно стало более воспитанным, терпеливым, нежным. Хотя его внешность осталась такой же. Но Бэль не обращала внимания на его вид. Как-то раз, когда они танцевали, чудовище набралось смелости и спросило. «Бэль, ты счастлива здесь со мной?» «Да», – ответила девушка, но в ее глазах промелькнула грусть. «Себя я только могла увидеть отца. Хоть на минутку». «Это возможно», – сказала чудовище, подавая ей волшебное зеркало. Бэль взяла зеркало и увидела отца, который с трудом пробирался через лес. Он выглядел очень уставшим и больным. «О нет, папа совсем один», – воскликнул, встревоженная девушка. «Иди к нему, я отпускаю тебя. Ты больше не пленница», – сказала чудовище, ведь и страдание Бэль, хотя его сердце разрывалось при мысли о том, что он ее больше никогда не увидит. «Возьми с собой зеркало. Ты всегда сможешь увидеть меня, если захочешь». С помощью волшебного зеркала Бэль без труда нашла отца, и они благополучно вернулись домой. Но вскоре в дверь их дома кто-то настойчиво постучал. Бэль открыла и увидела жителей городка во главе с Гастоном. Они пришли, чтобы забрать бедного старика. Он опасен и постоянно бредит о каком-то огромном чудовище, которое держало его в подземелье замка. «Мы все слышали», – сообщил приятель Гастона. «Разве он не безумец?» Бэль в отчаянии решила попросить помощи у Гастона. «Бедная Бэль, я действительно не сочувствую твоему отцу. Это небольшое недоразумение можно разрешить, если ты выйдешь за меня замуж». «Никогда! Как хочешь!» «Забирайте этого несчастного безумца!» «Мой отец не безумец, и я докажу это!» – воскликнула девушка и взяла волшебное зеркало. «Чудовище, покажись!» В зеркале появилось изображение чудовища, и все присутствующие в ужасе закричали. Гастон призвал жителей городка найти чудовище. «Мы не будем в безопасности до тех пор, пока монстр жив. Нужно его убить. Кто идет со мной?» – спросил Гастон. Мы хором ответили, испуганные жители городка. Горожане закрыли Белли Морриса в подвале, и под предводительством Гастона отправились штурмовать замок. Отец и дочь пробовали выбраться, но безуспешно. К счастью, им на помощь пришел сын, миссис Поттс, который спрятался в сумке Белли. Используя новое изобретение Морриса, он открыл дверь в подвал и вызвал пленника. Когда Белли добралась до замка, жители городка уже проникли внутрь, а Гастон и чудовище склеснулись на крыше смертельной битвы. Чудище было в шаге от победы, и тогда Гастон стал умолять не убивать его. Всяче чудовище проснулось жалостью. Он пощадил соперника и отвертулся, чтобы уйти. И тогда подлый Гастон на глазах у Белли поткнул острый нож в спину беззащитного чудовища. Девушка услышала, как чудовище закричало от боли. Гастон хотел убежать, но оступился и сорвался с крыши в глубокую пропасть, окружающую замок. Белли бросилась к раненому чудовищу. — Ты вернулась. Я должен был увидеть тебя в последний раз. — Не умирай, — заблакала девушка, обнимая чудище. — Пожалуйста, не покидай меня. Я люблю тебя. Как только Бек произнесла эти слова, ужасное проклятие рассеялось. Чудовище превратилось в прекрасного принца. Принца, который научился любить по-настоящему. Все заколдованные предметы в замке сразу же превратились в людей. Принцы Бек поженились и жили долго и счастливо. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...